Продолжение следует... Итак, друзья, мы с вами будем говорить поначалу о транспортной системе, о проблемах транспорта, которые сегодня в принципе существуют в мире. И по сути дела транспортная отрасль, которая задевает практически каждого из нас. Большинство людей, ну кто-то реже, кто-то чаще перемещается, скажем так, по планете под названием Земля. Кому-то необходимо каждый день в течение рабочей недели двигаться на работу и с работы. Кто-то путешествует, кто-то, скажем так, едет в командировку. Кто-то просто, скажем, едет в гости к своим родным, близким, друзьям и знакомым. На сегодняшний день мы с вами знаем 4 современных транспортных системы, которые человечество использует уже на протяжении более 100 лет. Каждая из них в отдельности более 100 лет. Самый древний транспорт, который используют люди, это водный транспорт. Начиналось когда-то, скажем так, с небольших лодок. Сегодня мы имеем большие суда, атомоходы, крупные круизные лайнеры и так далее, и так далее, и так далее. Также мы с вами имеем в использовании на сегодняшний день железнодорожный транспорт, который намного моложе, чем водный, но тем не менее ему сегодня достаточно много лет, уже порядка двух сотен с маленьким хвостиком. На третьем месте по времени создания это автомобильный транспорт, и самый последний, который пришел в нашу с вами жизнь, это воздушный транспорт, который сегодня включает авиаперевозки. Средние, ближние, дальние авиаперевозки это самолеты и вертолеты. Все четыре названные транспортные системы имеют свои преимущества и недостатки. Но в первую очередь на что сегодня оказывает влияние, какой негатив в себе несет транспортная отрасль, в первую очередь это экология. Это то, что мы с вами видим каждый день. Огромное количество автомобилей на дорогах больших городов, все они, скажем так, выбрасывают в атмосферу и переработанные отравляющие вещества, и недоработанные остатки топлива, потому что в идеале 100% топлива не сгорает в камерах сгорания, например, двигателей не дизельных, не бензиновых двигателей. Будь то автомобильный транспорт, будь то водный транспорт, будь то воздушный транспорт, который мы с вами используем, они все выбрасывают в атмосферу вредные отходы, которые потом оседают, скажем так, на поверхности планеты, которые растворяются в воздухе, в воде, и все это в итоге может частично попадать в организм людей. То есть первое, что это страдает экология. Второе, можно ли назвать эти транспортные системы сегодня абсолютно комфортными по отношению ко времени, который мы затрачиваем, когда перемещаемся в транспорте, будь то железнодорожный транспорт, воздушный транспорт, автомобильный? Я думаю, нет. То есть, невзирая на то, что самолеты перемещаются быстро, никуда до сих пор не делись очереди, например, в аэропортах, когда мы проходим регистрацию, причем невзирая на то, что мы можем пройти даже дома электронную регистрацию, все равно нам придется оставить здоровенную очередь, порой, возле стойки регистрации, чтобы получить посадочный талон, отдать свои вещи. Далее, все эти транспортные системы, которые мы сегодня с вами знаем, их нельзя отнести к абсолютно безопасным. Мало того, фактически все они подразумевают то, что в пути с нами может случиться какая-либо авария, либо катастрофа, и на сегодняшний день, как говорит Анатолий Дарвич Юницкий, генеральный конструктор нашей технологии, каждый год автомобильный транспорт убивает больше людей, чем орудие, которое создано для убийства людей, автомат Калашникова. То есть, это правда суровое. Порядка миллиона людей каждый год попадают в различные аварии и катастрофы и погибают. Еще в десятки раз большее количество людей становится либо инвалидами, либо качество их жизни заметно снижается ввиду полученных травм. Ну и, конечно же, очень важной составляющей, наверное, негативной всех транспортных систем на сегодняшний день является то, что стоимость проезда и стоимость провоза грузов по нашим транспортным системам не становится из года в год дешевле, а только дорожает. Частично это связано с тем, что довольно большой составляющей в цене либо билета для пассажира, либо перевозки грузов, заложена стоимость топлива. И причем на 100% связать это, скажем так, однозначно, что только из-за топлива дорожает стоимость нельзя. Потому что когда нефть дешевела, я помню, доходила там чуть ли не до 20 долларов за баррель, да, все равно стоимость проезда почему-то, по крайней мере, в Российской Федерации для пассажиров возрастала. Итак, друзья, я пересислил, наверное, такие, которые бросаются в глаза, недостатки транспортных систем, их гораздо больше. Но что хотелось бы отметить сейчас, то смотрите, если мы ничего не изменим, ну, хотя бы касаемо экологии, например, да, в сегодняшнем развитии транспортной отрасли, да, то что с нами может случиться через 10-15 лет. То есть, действительно, загрязнение-то происходит постепенно, если, скажем так, лягушку бросить в холодную воду и постепенно подогревать воду, да, то лягушка сварится. Этот опыт уже проводился не один раз. Если лягушку сразу бросить в кипяток, она постарается выскочить и выскочить, как правило. Так вот, мы с вами живем в той ситуации, когда кастрюля, в которой мы находимся, подогревается постепенно. И может случиться так, что через 15 лет, вот как здесь на слайде, мы с вами будем ходить по улице, в противогазах, потому что тем воздухом, который, скажем так, который будет находиться в атмосфере, дышать будет невозможно. В истории человечества уже были такие ситуации, когда в крупных городах, например, в Токио, стояли когда-то кислородные автоматы, чтобы люди могли бросить денежку и подышать чистым воздухом. Я думаю, что те люди постарше, они, наверное, помнят те новости, либо программу «Время», которую показывают там еще в 70-х годах в Советском Союзе, и об этом говорилось. Итак, друзья, если мы с вами, скажем так, ничего не будем менять, то что может происходить? Очень важный вопрос назревает. Готовы ли мы с вами дальше терять время? Что касается проезда, да, деньги, потому что все это будет дорожать, и дорожать с годом в год провоз, багажа и перевозка грузов, и, скажем так, стоимость билетов для пассажиров? Или все-таки настало время что-то изменить, чтобы еще и сохранить наше с вами здоровье, здоровье наших будущих поколений, детей, внуков и так далее? В большинстве своем люди сидят дома, каждый, да, как вот слышали рассказ вот такого Ущедрина, помните, «Премудрый пескатель». От нас ничего не зависит, мы люди небольшие, мы люди маленькие, сквозь стены не видим, на фортепианах не играем, вот, и пусть к этими проблемами занимается кто-то другой. Но если мы занимаем такую позицию, считаем, что от нас с вами ничего не зависит, то мы будем не правы, потому что сегодня, вот как раз-таки, в течение ближайших еще там 35-40 минутах, речь будет идти о проекте, приняв участие в котором, вы можете изменить ситуацию, которая сложилась сегодня, ну, в жизни человечества в целом, в лучшую сторону. Об этом мы с вами сегодня будем говорить. Итак, друзья, проблемы, которые есть в транспортной отрасли, давно волновали, скажем так, у Манатори Дарчаевницкого, с молодости, да, скажем так, даже с детства, он еще первую ракету, которую запускал в школе, это было очень давно, в возрасте, там, между 10 и 14 годами, у него даже есть грамота, за то, что он, скажем так, создал макет ракеты, вот, но он задумался сразу о том, что, скажем так, есть такое пространство, как космос, окружающий планету, да, и, в принципе, вся индустрия, которая находится сегодня на Земле, у него появилась идея при помощи, скажем так, общепланетного транспортного средства вывести эту индустрию за пределы атмосферы, чтобы люди смогли жить на чистой планете, а, скажем так, то, что производит нам металлы и все остальное, то есть индустрии вывести в эколоземное пространство, при этом не используя ракеты, то есть у него, он один из первых, которые изложил теорию неракетного освоения космоса. Частью этой идеи стало создание струнных транспортных систем, которые сегодня, скажем так, у нас преобразовались в название технологии SkyWay. SkyWay – это небесные дороги. За время разработки своей технологии, а началось все это в далеком 1977 году, Анатолий Дарович Юницкий стал руководителем двух проектов Организации Обменных Наций, которые выделял денежные средства на развитие технологий. Три высших образования, которые получены нашим генеральным конструктором, это инженер транспорта, проектирование, строительство высотных зданий, инфраструктурных сооружений и патентовидение, все он сегодня использует, все эти знания он использует сегодня в реализации технологий под названием SkyWay. В 80-х годах он стал членом Федерации Космонавтики СССР, у него более 150 изобретений, 20 монографий и более 200 различных научных работ. С большим количеством материала, который вышел, скажем так, из-под пера Анатолия Даровича, о нем самом, о технологии SkyWay, вы можете прочитать на сайте нашего генерального конструктора, который называется www.unitsky.com. Не будем сейчас на этом заострять внимание. Добавлю лишь одно, что начинал развитие своего проекта Анатолия Даровича Ницкий еще в Советском Союзе, это было государство, в котором слово бизнес, скажем так, не звучало вообще, где деньги выделялись на какие-либо разработки научные, на реализацию какой-либо идеи инновационной государства. И, конечно же, первые попытки внедрения технологий были связаны с тем, что Анатолий Дарович обивал пороги различных административных кабинетов, то есть это было сначала в Советском Союзе, потом это было в России, которая стала капиталитической страной. Но Анатолий Дарович общался не только, скажем так, с представителями нашего государства, он предлагал и представителям зарубежных стран развивать данную технологию на их территории. Но, к сожалению, скажем так, государственные структуры, различные муниципалитеты, то есть административный ресурс разного уровня, переговоры, как правило, заходили в тупик за редким исключением. То есть с 2001 года по 2009 год в Подмосковье существовал полигон в подмосковном городе Озеры. И на этом полигоне была продемонстрирована технология струнного транспорта, был получен целый ряд оценок экспертного сообщества, целого ряда структур, имеющих прямое отношение к транспортной отрасли, начиная от Института проблем транспорта Российской Академии наук, заканчивая, скажем так, Сибирской Академией транспорта, Санкт-Петербургским госуниверситетом путей сообщений и так далее. Ну, соответственно, сама организация объединенных наций. То есть за это время, с 2001 по 2009 год, было продемонстрировано самое важное то, что данная технология, она реализуема, то есть струнные технологии реально перспективны. Эти заключения давали представители, как я уже сказал, целого ряда министерств и ведомств. И, в принципе, просто продемонстрирую, от чего мы тогда оттолкнулись, от чего мы идем к тому, что у нас есть на сегодняшний день. Я хочу включить ролик, который буквально там первые 20-30 секунд, демонстрация того, что из себя представлял струнный транспорт, образца начала нашего тысячелетия. И потом мы с вами посмотрим то, к чему мы пришли, чего мы добились, какие результаты у нас есть на сегодняшний день, насколько мы близки к тому, чтобы данная идея была реализована. Готов, прием! 150-метровый участок струнной дороги испытан на прочность тяжелым резовиком. Вместо привычных колец желают на стиле специальные шасси двумя ребордами. Внутри тонких рельс-струн, натянутых кроссов. Под струнок, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится проекта Анатолий Юницкий. Это у нас дегасистема, это у нас дегасистема. Это у нас дегасистема. Это у нас дегасистема. В этом году, что первым в нем струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Круженецкий. На случай электронного гаса, 20-метровый уход, он пристегивает себя к страхующему палу. Испытатель жмет нагрев, и грузовик снова сбирается на стакан. Кроме испытаний, различные... Итак, друзья, так выглядел струнный транспорт до 2009 года. До момента того, как он был... О нем было рассказано на госсовете в Ульяновской области при президенте Российской Федерации. То есть там губернатор Ульяновской области предложил реализовывать идею в масштабе его области и России в целом, для того, чтобы обогнать, скажем так, транспорт на отрасли весь мир, минимум на 15 лет, как это было сказано. Ролик об этом, кстати, можно найти в интернете, на ютюбе, и познакомиться с этим, скажем так, с отрывком, с этого госсовета. К сожалению, скажем так, результатом многолетней работы на полигоне стало то, что данный полигон перестал существовать. Но важно отметить следующее, то, что существование полигона дало, скажем так, толчок развития технологий. О ней узнали, скажем так, во всем мире. Новостные передачи целого ряда центральных и центральных каналов телевидения, потом были различные тематические передачи, то есть в прессе звучала информация, то, что на территории Российской Федерации разрабатывается технология транспорта будущего. То есть свои положительные моменты от существования полигона в озерах Анатолий Эдуардович может отнести в плюс. Ну и, как я сказал, полигона не стало. Важно отметить следующее, то, что с своего поста, скажем так, Анатолий Эдуардович, наверное, еще более усилил. То есть он показал, что это возможно сделать. И было принято решение оценить все его наработки, оценить интеллектуальную собственность генерального конструктора, была зарегистрирована на основании интеллектуальной собственности, оцененной компанией Великобритании. И было принято движение выбрать платформу для привлечения инвестиций и строительства еще одного тестового участка, где уже можно будет демонстрировать технологии Skyway следующего поколения. Метод краудинвестинга. То есть компания была разработана на несколько лет вперед 15-этапный план. Каждый этап подразумевал выполнение определенного объема работ, на которые необходимо финансирование. Для приближения момента, когда можно было бы продемонстрировать, что из себя представляет транспорт во всех трех сегментах на тот момент предполагалось. Это городской транспорт, высокоскоростной транспорт, международный, международный и грузовой транспорт. Сертифицировать как транспортные системы, так и путевую структуру. И в дальнейшем приступить к строительству дорог по технологии, разработанной в Минске вратно-фолдаках земного шара. То есть 15-этапный план с 2014 года, где-то по 2018 год все это планировалось. И в принципе мы сегодня двигаемся в том направлении, которое было предусмотрено этому плану и достигли очень ощутимых результатов, о которых мы с вами сейчас будем как раз-таки разговаривать. Сама идея создания транспортной инфраструктуры, нового вида транспорта, позволяет создавать так называемые линейные города, в котором люди смогут жить на лоне природы, то есть могут проживать в красивых, намного более дешевых домах, которые тоже разрабатываются нашей компанией. Это коттеджи, одна-двухэтажные. У них в шаговой доступности будет транспорт, который может доставить их фактически в любую точку области либо региона. Города линейные представляют собой здания, точнее они представляют собой города кластерного типа, где есть центральные здания, одновременно являющиеся может быть офисным центром, торговым центром, пересадочным пунктом. И, как я уже сказал, в пяти минутах ходьбы от этого здания, от пересадочной станции, от анкерной опоры, так же это можно еще назвать. Люди проживают комфортно, в чистом воздухе. Есть еще целый ряд технологий, разрабатываемых в сфере строительства, относящихся к тем разработкам, которые на сегодняшний день делают специалисты нашей компании. И многое другое. То есть линейные города, это города будущего. Хотелось бы задать вопрос, хотелось бы вам жить в таком городе, который сейчас изображен на нашем слайде. У нас много красивых городов, но большинство из них, кто вспомнит, например, фильм, который будут скоро крутить по всем каналам с легким паром, там уже было сказано, что, в принципе, огромное количество городов обезличено, там есть спальные районы, дома ничем не отличаются друг от друга, именно поэтому, скажем так, история того фильма свелась в том, что одинаковые улицы, одинаковые названия, одинаковые с виду города и так далее, и так далее, и так далее. То, что выглядит, Ленар, замечательно, действительно так оно и есть. И, в принципе, сегодня уже, скажем так, есть о чем рассказать к строительству вот именно таких городов. Наша компания в ближайшем будущем приступит. Итак, друзья, буквально два слова о концепции еще струнного транспорта, либо транспорта SkyWay. То есть мы, например, городской сегмент, в котором планируем работать. Представьте себе городской транспорт, который может перемещаться со скоростью от 50 до 150 км в час, в зависимости от необходимости такой. Провозная способность одной, скажем так, такой ветки составляет примерно столько же, сколько ветка московского метро, да, там, тут написано 20 тысяч пассажиров в час, а это порядка 50 уже и более пассажиров в час. Строительство данной дороги, мы уже смело заявляем, в 30 раз меньше, да, по затраченным деньгам, чем строительство одной или иной метро. И что очень важно, что данная транспортная инфраструктура вот с такими, скажем так, вокзалами, пересадочными пунктами и самой путевой структурой, поднятой на земной, она может легко встраиваться в инфраструктуру уже готовых городов, которые есть на сегодняшний день. У нас огромное количество городов, где широкие улицы, а для того, чтобы построить данную транспортную систему, на этих улицах можно просто, скажем так, с определенной периодичностью ставить промежуточные опоры, которые могут ставиться нарастание друг от друга, там, 50, 100, 200 метров, да, и поднять эту дорогу над теми дорогами, которые есть в городах. Скорость перемещения автомобилей по Москве порой составляет 2-3 км в час в момент пробок. Сейчас как раз-таки пришла зима, вот идет снег, я вот даже боюсь подумать, что сегодня будет твориться на московских улицах, я думаю, что, скажем так, загруженность их будет составлять порядка 9-10 баллов. То есть, соответственно, это скорость пешехода. Каждый день люди будут садиться в автомобиле, 4 часа, например, 3 из-за снегопада добираться до работы, столько же домой, то есть, по сути дела, на работе проводить столько же время, сколько автомобиль. То есть, ну, я считаю, что в этом случае автомобиль перестает быть комфортным, хотя в нем, конечно, теплее будет, чем на улице, чем за бортом, да, но, тем не менее, добираться по 6-8 часов, скажем так, туда и обратно до работы, вот мне, например, совсем не хочется. Есть другие виды транспорта, но их тоже, вот как я говорил, абсолютно комфортными назвать нельзя. Давайте рассмотрим еще концепцию высокоскоростного Skyway. Представьте себе транспорт, который сможет перемещаться со скоростью 500 км в час, да. Поднят над земной будет данная транспортная структура порядка там 60, иногда даже более метров, вот, скорость, как я сказал, 500 км в час, и по большому счету мы сможем такие расстояния, как Москва-Казань, Москва-Белгород, Москва-Санкт-Петербург, Москва-Минск в данном виде транспорта покрывать меньше, чем за 2 часа, да, ну, с учетом там пару-тройку остановок там и так далее. Вот, представьте себе, вы комфортно едете по городу Белгороду, например, да, в городском транспорте, который у вас везет со скоростью 50-150 км в час, в пересадочном пункте садитесь на высокоскоростной SkyWay и меньше чем за 2 часа вы добираетесь до центра города Москва. То есть я нагло утверждаю, что это быстрее, чем на самолете. Я часто приводил примеры, как мы там летим на самолете и так далее, я думаю, многие из вас уже это слышали, то есть пока мы добираемся там до места, откуда у нас везут в аэропорт, потом аэропорт, потом регистрация не позднее, чем за час, потом мы ждем вылета, летим, садимся, ждем выдачи багажа там и так далее и снова двигаемся до центра города, в который мы летим. Как правило, это 4-6 часов. Здесь все это будет происходить гораздо быстрее. То есть что из себя представляет струнный транспорт, над внедрением которого мы сегодня работаем, что из себя представляет технологию SkyWay. По сути дела это три составляющие части, основные три кита. Это путевая структура, которая является инновационно поднятым над землей. Это подвижной состав, аналогов которых на сегодняшний день не было в мире. И это инфраструктура, это здание вокзалов, пересадочных пунктов, станций и грузовых, погрузочных, разгрузочных терминалов. Потому что у нас сегодня активно идет разработка еще и грузового транспорта. Об этом мы с вами сейчас еще несколько слов в процессе нашего сегодняшнего вебинара расскажем. Итак, друзья, к чему же все пришло? Как я сказал, было принято решение разработать 15-этапный план и начать внедрять его в жизнь. И привлечение денежных средств началось посредством краудинвестинга. То есть это, по сути дела, на выгодных условиях люди смогли приобретать доли компании, становились долевыми участниками, либо совладельцами технологии. И благодаря этим деньгам у нас, начиная с июля 2015 года, начался строиться тестовый участок, полигон, как мы раньше называли, сейчас называется Экотехнопарк. Все это у нас находится в Минской области, в Пуховичском районе, недалеко от города Марина Горка. И строительство, как я уже сказал, именно активное строительство, скажем так, тех объектов, которые нам необходимо было построить на территории тестового участка полигона, началось в августе. В июле были проведены первые исследовательские работы, первые, скажем так, взяты пробы грунта, залегания грунтовых вод. 17-го, по-моему, июля был проведен субботник, участником которого мне тоже довелось быть. Все специалисты, которые были на тот момент работниками нашего предприятия в Беларуси под названием «Струнная технология», которая является частью нашего фондинга, вышла на субботник. Тогда было не очень много людей. Сегодня сколько мы с вами подведем их в конце, к чему мы пришли. Ну и важно отметить следующее, что когда начал развиваться наш проект в мае 2014 года, сотрудник ФКБ и, скажем так, нашего производственного предприятия, опытно-производственного предприятия в Республике Беларусь, был всего один. Это был генеральный конструктор Анатолий Дарыч Юницкий, который стал подбирать себе персонал. Итак, строительство началось в августе. Параллельно, скажем, начались работы в различных направлениях и, наверное, очень важный момент, на котором хотелось бы заострить внимание, это работа в направлении защиты интеллектуальной собственности и патентования. На сегодняшний день специалистами нашего предприятия в Беларуси получено 77 патентов и сертификатов различных на технологию, на транспортные средства, на путевую структуру. Это такие страны, которые выдавали патенты, как Соединенные Штаты Америки, Канада, это Австралия, это 11 сертификатов и патентов Евросоюза, это высокотехнологичные Японии, это Китай, Белоруссия, Украина, Российская Федерация, то есть большое количество стран, в которых уже запатентованы транспортные средства. Очень большая работа ведется в направлении популяризации технологии ознакомления, скажем так, людей с тем, что мы имеем на сегодняшний день, при участии в крупных международных транспортных форумах, то есть в мире существует коммунное количество крупных транспортных форумов, на которых киты данной индустрии, крупные, скажем так, компании, крупные предприниматели в этом направлении представляют свои ноу-хау. Есть ежегодные выставки, есть те, которые проводятся раз в два года. Так вот, на сегодняшний день специалистами нашей компании было принято участие уже в 19 выставках в разных кубаках земного шара. На этих выставках происходит ознакомление, скажем так, представителей различного вида администрации разного уровня, да, из целого ряда регионов и стран, специалистов мира транспорта, специалистов мира науки, техники с технологией под названием Skyway. Первой выставкой, с которой, по сути дела, пошло активное развитие нашего проекта, стал InnoTrans 2016 года. Это раз в два года проводимый крупный транспортный форум в Берлине, где в основном представлены ноу-хау в сфере рельсового транспорта. В основном, хотя там затрагивается тематика и других транспортных направлений. Так вот, на первом InnoTrans 2016 году мы представили два транспортных средства, к разработке которых и созданию которых приступили, по сути дела, наверное, в конце февраля-марта 2016 года. После того, как Минтранс Российской Федерации, экспертный совет Минтранса в своем заключении от 11 февраля признал технологии Анатолия Дуаровича Юницкого инновационного. И после InnoTrans пошла целая череда выставок. Это дважды транспорт и логистика в Белоруссии, в Минске 2016-2017 год. Это Белорусский экологический и энергетический форум. Это транспорт России 2016-2017. Это Railway Tech Индонезия 2017-2018 год. Smart City Индия 2017 год. Это Future City Show в Дубаях в этом году очень важное, скажем так, мероприятие, результатом которого стало заключение целого ряда договоренностей о начале движения на Аравийском полуострове. То есть каждая выставка внесла свою лепту в развитие нашей технологии. Специалисты, грамотная команда наших специалистов очень эффективно работает на данных мероприятиях. И благодаря данным мероприятиям огромное количество людей, огромное количество административного ресурса целого ряда стран и регионов познакомилось с технологией Skyway. Ну это, скажем так, выставки, это то, что демонстрируется успехи развития технологий, демонстрируются транспортные средства и так далее. К тому, да, прежде чем, скажем так, все продемонстрировать на выставке, работает грамотная команда разработчиков, которые у нас находятся в Республике Беларусь. У нас сегодня работает 15 КБ, у нас сегодня есть свой собственный офис высотой 4 этажа, то есть большое здание в промышленном районе города Минска, недалеко от метро «Тракторный завод». Именно там на производстве, скажем так, происходит разработка элементов путевой структуры, транспортных средств. У специалистов нашего предприятия есть свои собственные наработки и успехи, например, целая череда, целая линейка двигателей мотор-колесо собственных, которые ставятся на транспортные средства. Используются, скажем так, самые новейшие оборудования, новейшие станки с программным управлением. На сегодняшний день, буквально полтора года назад, было внедрено программное обеспечение компании «Басо Систем», которая является новатором и передовиком в направлении программного обеспечения «Индустрия 4.0». И данное программное обеспечение внедрено сегодня в предприятие струнных технологий, и в Беларуси фактически мы были первыми, которые используют данное программное обеспечение. То есть, как говорится, в кузнице, в сердце самой компании трудится огромное количество специалистов, инженеров, конструкторов над тем, чтобы данная технология была реализована. Далее, помимо всего прочего, проводится большое количество встреч, переговоров, как на территории Республики Беларусь, да, то есть, как правило, приезжают различные делегации с различных стран, которые посещают наше КБ, которые посещают производство, которые обязательно посещают этот технопарк. Сейчас уже эти делегации, как правило, всегда видят транспортные средства, им предоставляется возможность проехаться внутри транспортного средства SkyWay, да, а раньше, скажем так, просто приезжали и смотрели, что у нас реально есть земля, на которой осуществляется разработка транспортных систем, происходит, скажем так, испытание, сертификация и так далее. Вот буквально на, наверное, две недели назад, когда я был в Республике Беларусь, когда я ездил в наше головное предприятие для того, чтобы взять макеты, которые мы использовали буквально неделю назад, в мероприятиях, проходящих в Москве, да, я там застал, первый день это была делегация, но делегацию, наверное, назвать нельзя, это была группа журналистов, съемочной группы телеканала ТВ Токио из Японии, которые снимали, скажем так, целую передачу технологии SkyWay, они посещали наше производство, технопарк, они общались с конструкторами, с инженерами. На следующий день была делегация из Бразилии, кстати, вот новость буквально вышла о том, что сделано отличное предложение для Бразилии, вот в конце прошлой недели, получается, скажем так, об этом написали в наших новостях. И фактически, как мне сказал руководитель маркетинга предприятия струнной технологии, что мы уже, наверное, привыкли где-то, да, адаптировались практически каждый день на территории нашего КБ присутствует какая-либо делегация. Здесь вы видите на слайде очень важный мир на снимках. Анатолий Дарвич Мюцкий после выставки Smart City, которая проходила в Индии в мае месяце 2017 года, был, скажем так, удостоен аудиенции одного из духовных лидеров планеты. Вы видите встречу с Далай-Ламой и, скажем так, в программе нашей компании разработана трасса протяженностью 12 километров от города Хармсала, в котором находится резиденция Далай-Ламы, до железнодорожной станции по перемещению огромного количества паломников, которых там бывает, каждый год несметное количество, да, то есть и Далай-Ламы благословил Анатолию Дарвичу Минску на реализацию данной технологии, то есть данная технология, как он считает, в том числе приносит пользу всему человечеству. Средства массовой информации. Раньше действительно мы на данном слайде зависали огромное количество времени, я помню свои презентации там 15-го года, да, начало 16-го года, я помню большую радость, когда мы увидели первое печатное издание, которое вышло тиражом 7 тысяч экземпляров, это газета Пуховицкий новин, на белорусском языке, напечатала информацию о том, что у нас вот тут рядом со всем под боком, в Марино-Горке, строится, скажем так, технопарк, в котором будет продемонстрирован транспорт будущего. На сегодняшний день, опять же, не проходит, наверное, дня уже, там, недели, в течение которой несколько средств массовой информации, печатные средства массовой информации, интернет-порталы, радиостанции, телевизионные каналы, фактически все время, каждый день мы находим информацию о том, что о нас рассказывают. Ну, это, наверное, большой плюс, потому что, действительно, я помню, когда вот там, «Комсомольская правда» появилась, «Интерфакс» там про нас написал, даже «Радио Эхо Москвы» в 16-м году, по-моему, ближе к лету или июнь, или май месяц, да, в своей какой-то передаче рассказала, что есть трудный транспорт, там, и даже отрос успели провести. То есть 60% людей согласились, что эта технология, инновация, она нужна, 40% задумывались и сомневались, а будет ли это реализовано. Итак, о нас говорят каждый день, да, то есть мы на слуху, вот, и центральные каналы телевидения, целого ряда стран, скажем так, региональное телевидение, как я говорил, и другие средства массовой информации. Все это, опять же, я возвращаюсь к чему, что все это стало возможным благодаря той системе «Кралт Инвестинга», которая была и продолжает быть использована в нашей компании. О своих успехах наше предприятие, наше компания отчитывается перед инвесторами, и, в принципе, самым лучшим отчетом является мероприятие под названием «Экофестиваль», которое каждый год проходит непосредственно на территории «Экотехнопарка». Их прошло уже три, вы видите здесь на фотографии огромное количество довольных людей, которые своими глазами приехали и увидели, на что пошли их деньги, что произведено за это время. Люди, которые приходят в наш проект, да, помимо того, что они видят, скажем так, выгоду получения дохода в недалеком будущем, выгоду от того, что можно сегодня уже зарабатывать деньги, да, они чувствуют сопричастность к чему-то большому, что может круто изменить жизнь людей в целом. Для тех инвесторов, которые стали совладельцами технологии, включая апрель 2017 года, нашей компании было сделано следующее. То есть на потолке музея «Скайвэй», который находится в Экотехнопарке, были размещены фамилии имена тех, кто стал совладельцем технологии, как я сказал, включая апрель 2017 года. Мы это называем «Звездным миром Скайвэй», и вы видите, люди приходят в музей и ищут в алфавитном порядке свои имена и фамилии. Я свою нашел, я знаю, что огромное количество людей, кто был на территории Экотехнопарка, тоже у нас есть свои имена и фамилии. По сути дела это мы соприкоснулись с историей, мы соприкоснулись с тем, чем, наверное, в недалеком будущем можно будет гордиться. Гордиться в хорошем смысле слова, скажем так, не ходите всем рассказывать, смотрите, какое крутое, да, тем, что мы не пропустили данную возможность мимо себя и стали участниками этого большого крупного проекта. Итак, друзья, все, что сегодня реализовано, а это стойка, которая у нас ведется на территории Экотехнопарка, и сразу хочу сказать, весь проект, о котором мы сейчас говорим, мы сейчас презентуем компанию «Скайвэй Кэпит» и возможность, которую она представляет, он задуман для того, чтобы привлечь инвестиции в строительство Экотехнопарка, продемонстрировать все то, что мы там делаем, сертифицировать транспортные средства и путевую структуру, и выкинуть в строительство трасс различных кукакозинного шара. То есть мы производим уже сегодня транспортные средства, и нами произведено целый ряд из них, мы сейчас заострим на этом внимание. У нас построено, как я сказал, производство, у нас есть свои собственные уже производственные площади, которые являются нашей собственной, то есть это активы компаний. У нас есть свой собственный офис. Все это сделано благодаря тому, что когда-то какое-то количество людей первых на первой презентации откликнулись на то, что предложил Анатолий Дарович Юницкий. Кстати, работа на различных выставках и форумах тоже, скажем так, идет благодаря тому, что когда-то, благодаря Кралт Инвестинговой схеме, в технологии стали приходить деньги, потому что это дело тоже затратное. Я думаю, многие из вас это представляют. Что мы сегодня имеем? Мы сегодня имеем 8 транспортных средств, 4 из которых прошли сертификацию. На данном слайде вы видите 3 транспортных средства пассажирских, это Unibike, Unibus и Unicar, и Unitrack, то есть 3 пассажирских средства уже сегодня сертифицированы. 8-местные, Unicar, который тоже прошел сертификацию, у нас есть Unibint, легкое транспортное средство, которое было представлено всем на последнем экофестивале, то есть и путевая структура, по которой будет перемещаться данное транспортное средство, толщиной, как я говорил на мероприятии, с 3 моих пальца, то есть вот такая вот труба, можно так сказать, и по ней будет перемещаться 2-местное транспортное средство. И очень важный момент, это InnoTrans 2018 года, который у нас прошел совсем не так давно, мы об этом говорили на предыдущем вебинаре и месяц назад, да, где был продемонстрирован высокоскоростной модуль, который будет разгоняться до скорости 500 км в час. То есть это огромный успех, этой демонстрации мы ждали давно. Комфортный 6-местный Unibus высокоскоростной, который, скажем так, был представлен в сентябре этого года в широким кругом общественности. И очень важный момент, на котором я еще хочу заострить внимание, это то, что наша компания еще разрабатывает транспортное средство, не совсем обычное, да, может быть, для большой аудитории. У нас есть огромное количество людей, у которых есть ограничения в перемещении, в подвижности, да, это люди, у нас звучит слово такое обидно, инвалиды, которые не могут, скажем так, сами перемещаться на своих ногах, вот, и фактически они решены возможности управлять транспортными средствами. Скажем так, в этом направлении поработали в факультативном режиме специалисты нашей компании и разработали двухместный электромобиль, в котором человек, у которого нет возможности покинуть инвалидное кресло, да, в этом же кресле может совершенно спокойно сам, без чьей-либо помощи сесть в этот автомобиль, пристегнуться, скажем, специальными пристежными устройствами и начать управлять транспортным креслом, то есть у него там ручное управление, полноценный руль и так далее, и так далее. Мало того, данный автомобиль, он имеет возможность перемещаться на одной зарядке на расстоянии до 150 километров и скорость у него порядка 100 километров в час. Заряжается от обычной розетки, зарядка осуществляется вот эта аккумуляторная батарея, которая достаточно дорогая на сегодня еще, да, порядка 10 часов. То есть человек полностью становится практически мобильным, ему не нужно никого отвлекать, чтобы его посадили в транспортное средство, но мало того, если у него, скажем так, есть человек, который может сопровождать его, да, и он устал, например, за рулем, то происходит легкая рокировка, то есть пассажирское сидение переподключается на место, где был водителем только что человек с инвалидностью, тот садится справа, и уже второй человек, который, скажем так, имеет возможность выжимать педали и так далее, получает в свое распоряжение полноценный автомобиль с автоматической коробкой управления, там и так далее, и так далее, и так далее. Это очень важный сегмент, это большое количество людей, большой рынок охвата, да, важно, чтобы, скажем так, ну, нашли структуры в целом ряде государств, либо бизнес-структуры, которые заинтересовались реализацией и данного направления транспорта. Кстати, для инвесторов, которые работают в нашей компании, вот, тоже прибыль, приходящая с этого рынка, также будет распределяться между ними. Итак, 8 транспортных средств, которые мы имеем на сегодняшний день. Большой успех в развитии нашего бизнеса, в развитии, скажем так, внедрения технологий Деницкого. И действительно, если мы раньше, ну, я не могу сказать, что мы кому-то доказывали там, да, и берись там головой о стену, брызгали слюной, может быть, грубое выражение, но тем не менее, что вот мы можем это сделать. Сейчас мы просто говорим, друзья, приедите вы к Технопарку, просто своими глазами посмотрите, если вы не верите, что это возможно, если вы на снятые ролики реальных транспортных средств, видео, да, которые у нас есть, говорите, что все это фикция, все это там какая-то 3D-модель, да, вот, приезжайте и убедитесь своими глазами. Мало того, те успехи, да, которые вот, ну, которых мы достигли, я бы хотел все-таки сейчас продемонстрировать, скажем так, в ролике, который не так давно вышел, широкий круг использования наших партнеров, вот, это то, к чему мы идем, то, что очень близко, да, и многое в этом ролике уже сегодня подтверждает то, чего мы достигли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 никак нельзя. И сейчас можно сказать, что то, о чем мы говорили, то, к чему мы пришли, для кого-то может покажется, что это будущее, мы сейчас говорим, что это настоящее, и это настоящее может круто изменить жизнь каждого из вас. Потому что я вот еще раз задам вопрос, я вам привел пример, например, 70-х годов, когда предлагалось инвестировать в технологию развития персональных компьютеров и так далее. Почему данная технология может значительно улучшить жизнь каждого из вас, по крайней мере, финансовую сторону этой жизни, потому что представьте себе, что вам сегодня предлагают инвестировать в технологию, потенциал развития которой в ближайшем будущем 30-50% всего мирового транспортного рынка. Сегодня емкость транспортного рынка составляет 4,8 триллионов долларов в год. Как вы считаете, половина, скажем так, этих денег, если это будет в проекте Skyway, хватит вам и вашим детям, внукам для того, чтобы жизнь, скажем так, полноценной жизни, чтобы просыпаться в удовольствие, да, и в нем реализовывать то, чего хочется, а не то, что заставлять делать. Это то, к чему мы с вами вместе можем прийти. В свое время, когда проект был запущен, было принято решение создать несколько инвестиционных фондов, которые будут работать в информационном поле, которые будут сотрудничать с инвесторами. Их задача – это привлечение денежных средств в реализацию технологий. Одним из таких фондов является компания Skyway Capital. И по большому счету все, что необходимо человеку для успешного движения в нашем проекте, да, оно все есть внутри личного кабинета партнера компании Skyway Capital. То есть там огромный объем информации, зарегистрирующий человек может зайти, ознакомиться со всем. Видите, внизу здесь на слайде есть, да, напишите вопрос, мы вам ответим онлайн. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю у нас работает техническая поддержка на сайте. Плюс ко всему, если вы наберете телефон либо 8800 на русскоязычной странице, либо 8495 на всех других страницах сайта, да, вы дозвонитесь в отдел информационной поддержке, которая у нас работает каждый день с 10 утра до 19 вечера, где специалисты отдела ИП ответят на любые ваши вопросы. Что хотелось бы отметить, у нас сегодня заканчивается 12 этап развития, и я вам говорил о 15 этапах, которые, скажем так, движение по которым было начато в 14-м году. Так вот, последние несколько дней, 12 этапа, 12 этапа до 12-го числа, дисконт будет такой, который вы сейчас видите на экране. То есть дисконт это отличие стоимости доли сегодня от номинальной. За номинал в самом начале старта проекта был взят 1 доллар США. То есть сегодня, если вы инвестируете минимальный пакет, о котором мы сейчас с вами 2 минуты еще поговорим, у вас ваши денежные средства потенциально могут приумножиться в 17 раз. Если вы будете приобретать максимальный пакет, который у нас стоит 150 тысяч долларов, то ваши денежные средства потенциально могут увеличиться, когда мы подойдем к стоимости доли, как номинал 1 доллар США, в 80 раз. И этот дисконт очень выгоден, невзирая на то, что на предыдущих конечно этапах данные цифры были совсем другими. Те люди, которые инвестировали в наш проект в начале 2014 года, у них уровень доходности, либо дисконт составлял 3500 раз. Потом, скажем так, уже в конце первого этапа у нас появился сайт, у нас появился личный кабинет. Эту цифры превратились от 250 до 1750, начиная со второго этапа дисконт составлял 250-1500 раз. Сегодня вот тот дисконт, который есть. У нас модель, скажем так, инновационной технологии, действительно модель привлечения денежных средств и реализации технологий тоже можно назвать инновационной. У нас есть пакеты на толщину любого кошелька, то есть достаточно демократичный вход от 15 долларов в Соединенные Штаты Америки. То есть за эти деньги вы получаете 255 долей на сегодняшний день. И, как вы видите на слайде, каждый последующий пакет стоит немного дороже и уровень доходности дисконт повышается. У нас есть различные пакеты, различные стратегии инвестирования. Вы можете покупать разные пакеты, вы можете, скажем так, двигаться в нашем проекте по схеме, предложенной в конце 2015 года. То есть вы имеете возможность приобретать рассрочки. Рассрочка – это ежемесячная выплата небольших денег и в конечном итоге вы можете получить приличный пакет долей, который в будущем, скажем так, вам обеспечит высокий уровень доходности на каждую долю. Что хотелось бы отметить еще. Не знаю, будет ли это на 13 этапе, но в начале 12 этапа была у нас запущена акция, что любой человек, который регистрируется в нашей компании, в течение 7 дней приобретает себе любой из пакетов долей, ему в подарок на премиальный счет, когда он оплачивает пакет, потому что есть те, кто берет рассрочки, например, начисляется еще 10% к тому количеству долей, которые он приобрел. Вот глупо было бы не воспользоваться данной акцией. Эта акция будет действовать еще до конца 12 числа, этого месяца. Поэтому, если вы новичок, если вы недавно зарегистрировались и вы планируете это сделать, то я вас поздравляю, у вас есть возможность тому пакету долей, который вы приобретете, добавить себе в подарок еще 10%. Помимо всего прочего, каждому нашему партнеру предоставляется инновационный инструмент, позволяющий уже сегодня зарабатывать деньги. Это партнерская программа нашей компании. И в принципе, благодаря данному инструменту, я нагло заявляю, наш проект в принципе и выжил. Наш проект начал активно продвигаться по миру. Любой человек получил возможность, помимо того, что самому стать совладельцем, рассказать какому-то количеству людей вокруг, предоставить возможность стать инвестором в наш проект и за это компания ему выплачивает определенный процент, определенный премий. С первого поколения, если вы кому-то рекомендуете, вам выплачивается 15%. У нас есть целый ряд преимуществ нашего маркетинг-плана, есть своя карьерная лестница, то есть всего 6 квалификаций. Маркетинг-план накопительный, вы можете продвигаться медленно, вы можете продвигаться быстро, вы можете, как я говорю, подниматься по лестнице бегом, вы можете ехать на эскалаторе, в зависимости от вашей активности. И вы можете зарабатывать там дополнительно 100, 200, 500, 1000 и более долларов в месяц тем доходом, который у вас есть и так. Помимо того, что вы становитесь владельцем пакета Далии, в будущем вам будет распределяться прибыль от дохода компании с любой построенной дороги по технологии Skyler. То есть ознакомиться с маркетинг-планом вы можете внутри личного кабинета, там подробно расписана каждая квалификация, что необходимо сделать для того, чтобы дадиться успеха, какие проценты вам это приносит. Там есть описанные правила и условия партнерской программы, вы можете скачать текстовый файл на страницах партнерской программы внутри личного кабинета и там ознакомиться на 23 языках с партнерской программой. У нее действительно есть целый ряд преимуществ. И одно из них, я считаю, самый важный накопительный маркетинг-план, который позволяет вам абсолютно, скажем так, не заморачиваясь, не нервничая и так далее, двигаться к намеченной цели и расти в квалификации и зарабатывать деньги на сегодняшний день. Итак, друзья, 12 этап заканчивается. Как мы говорим, инвестирования на сегодняшний день закрыты примерно на 73-75%. Соответственно, осталось 3 этапа. И совсем, я считаю, немного времени для того, чтобы рассказать тем людям, дорогим, которые нас окружают, о той возможности, что можно стать совладельцем транспортной системы, как я уже сказал, амбиции и перспективы развития которой, это 30-50% всего мирового транспортного рынка. Воспользуйтесь данной возможностью, скажем так, не сокрывайте информацию, не будьте молчаном в этом случае. Как иногда говорят лидеры индустрии MLM, в данной индустрии, в данном бизнесе болтуну воздастся. Но болтуну в хорошем смысле слова. То есть не надо ничего придумывать, не надо врать, говорите людям так, как есть на самом деле, и вы реально можете добиться успеха и помочь огромному количеству людей, и в первую очередь помочь нашей компании реализовать технологии и выйти на строительство дорог в разных круглоках земного шара. У нас есть еще одна возможность, с которой вам стоит познакомиться, да, то есть внутри личного кабинета компании Skyway Capital есть страница Royal Capital Group. То есть это фонд, который был создан специально для людей, которые относят себя к профессиональным инвесторам. То есть те люди, которые привыкли, скажем так, совершенно без нервов инвестировать в какие-либо проекты, да, те люди, которые готовы инвестировать там, начиная от 10 тысяч евро, евро и более. То есть создан этот фонд, да, это фонд, у которого есть своя администрация, это фонд, у которого есть своя, скажем так, служба поддержки, фонд, который привлекает инвестиции. Вот здесь люди покупают акции этого фонда, которые обеспечены теми долями, которые вы видите в личном кабинете компании Skyway Capital в том эквиваленте и, скажем так, с тем дисконтом, который вы видите в нашей таблице. Что хочу сказать, это реально действенный инструмент для людей, которые, как я вам сказал, считаются профессиональными инвесторами. И эти люди, скажем так, сначала загружают туда документы полностью, то есть идет полностью их идентификация, верификация. Им высылаются документы, если они готовы инвестировать. С этими документами спокойно через банковские, скажем так, структуры, они переводят денежные средства и становятся совладельцами долей. Они получают ежегодную отчетность, скажем так, они получают ежегодный аудит, скажем, самых крутых аудиторских компаний Европы, которые следят за развитием фондов. Единственное, хочу сказать, что если вы планируете работать и привлекать людей посредством данного направления, не занимайтесь спам-рассылками, не пишите нигде рекламу и так далее. То есть не создавайте проблем для работы вот этого фонда, который у нас создан для приема инвестиций в нашу компанию. Все это можно найти на странице в личном кабинете. У нас есть ролик, это был поддельный страница. Зайдите, почитайте, если есть вопросы, задайте их в техподдержке этого фонда. Ну, вкратце, наверное, то, о чем я хотел вам сказать. Но единственное, наверное, добавлю от себя последние события последней недели, которые, скажем так, зацепили меня по полной еще несколько представителей нашей компании, несколько сотрудников. То есть компания Skyway Capital, так же, как когда-то мы везде рассказывали о том, что сотрудники струнных технологий участвуют в транспортных различных форумах, да, так вот компания Skyway Capital, начиная, скажем так, с понедельника прошлой недели, да, за эту неделю, приняла участие в трех крупных форумах, которые касались тематики, ну, философии успеха и инвестирования, да, то есть на этих форумах собирались люди, которые интересуют, скажем так, новое направление развития экономики, новое направление инвестирования, да, то есть на этих форумах выступали успешные люди, которые, скажем так, стали миллионерами как раз-таки на мире инвестирования. Я бы сейчас вам, пока вы задумаете, скажем, на тем, какие вопросы задать, хотел просто включить ролик, который был создан по результату участия нас в форуме «Синергия», который проходил, синергия, организация «Синергия» есть такая, скажем так, крупная структура, организованная в 1988 году, то есть форум проходил в понедельник и вторник в Олимпийском, то есть зал Олимпийского подразумевает присутствие порядка 25 тысяч человек, но было немножко меньше, но тем не менее огромное количество людей, которые прошли через наш стенд, да, которые знакомились с информацией. Да, в «Синергии» есть университет, у них есть колледж, у них есть целый ряд направлений, то есть это очень крупная структура, вот, и «Синергия» Global Forum 2018 проходил в Олимпийском, на следующий день, точнее в среду, мы участвовали в мероприятии под названием «Транформация», которое было, скажем так, под патронажем правительства Москвы, зал был заполнен, кстати, больше, чем «Синергии», было огромное количество людей, которые посещали этот форум, да, и были возле нашего стенда, и вот буквально в субботу, да, мы со своим стендом приняли участие в форуме, организованном Академии Брайана Трейси, где конкретно тематика этого форума, проходившего в «Крокус-сити» холле в Москве, это тема инвестиций, да, то есть различных инвестиций, инвестирований в разные направления, и мы там были партнерами, как и в первом случае, и по своим стендам представляли технологии. И вот буквально короткий ролик, и пишите вопросы в нашем чате, на который вы хотели получить ответы, пишите вопросы в соцсетях, потом мы с вами пробежимся по вашим вопросам. Субтитры создавал DimaTorzok Как заново побывал, то есть действительно было с полдевятого утра там и до позднего вечера, до восьми работа на этих форумах, то есть большое количество людей, большое количество вопросов, у нас, скажем так, мы рассказывали о возможности инвестирования. Вы видели, да, экспонаты, которые у нас были, это модель 1-10 транспортных средств, транспортной инфраструктуры нашей компании, у нас были очки виртуальной реальности, которые тоже приводили в восторг публику, начиная от 17 лет и заканчивая, скажем так, людей, умудренных опытом, там, где-то порядка 60-70 лет, то есть люди были разной специальности, то есть разного направления, находились даже те, которые брали контакты, оставляли свои контакты и потенциальные там адресные проекты в странах Азии, например, Кувейт, там еще целый ряд серьезных людей, которые подходили, заинтересовались нашим проектом, поэтому все прошло очень быстро, динамично, потрачено большое количество энергии, и в воскресенье вчера пришлось, ну, можно сказать, восстановительный день, да, как после какого-то марафона. Ну, ничего, главное, чтобы это было во благо и так далее. Итак, друзья, какие вопросы у вас есть по поводу сегодняшнего мероприятия, действительно, вот я вижу здесь там по поводу перевозки контейнеров, в нашей компании разрабатывается еще целый ряд направлений, в которых будут использованы струнные технологии, такие как перевозка контейнеров, это работа в портах, да, это то, что, скажем так, стало развиваться у нас порядка полутора лет назад, когда было проведено первое, наверное, мероприятие и первая делегация из Индонезии, то есть это Индонезия, там Таиланд, тоже Сингапур, например, да, Индия, то есть там крупные порты и прочее, и в принципе портовая инфраструктура и те решения, которые есть у сотрудников нашей компании, они уникальны в своем роде, и они действительно могут использоваться широко на практике. Эти разработки у нас ведутся, и на сегодняшний день, и скоро мы, наверное, увидим первые юниконты, да, которые будут испытываться либо у нас в технопарке, либо в Дненных Арабских Эмиратах, очень важный момент, и на который я, наверное, прошел мимо, но тем не менее, я думаю, многие из вас с этим знакомы. Друзья, у нас проект в Дненных Арабских Эмиратах, да, как оказалось, строительство началось в апреле, у нас идет движение активное, да, то есть многие люди ждали, когда же будет информация об этом. Я думаю, видеоматериал, который был выпущен 10 дней назад, первый видеоотчет о развитии нашего проекта в Дненных Арабских Эмиратах, обрадовало огромное количество людей. То есть это фактически первый такой проект, который двигается, и он не единственный, да, в ближайшее время, возможно, мы получим подтверждение и, скажем так, заказы еще целого ряда стран на строительство дорог. Плюс, конечно же, у нас есть сейчас направление, это крипто направление, но мы все ждем, да, когда крипто-платформа будет запущена и люди смогут инвестировать денежные средства в токены, но это конкретно отдельно взятый адресный проект, то есть это проект в Дненных Арабских Эмиратах и под него именно идет, скажем так, привлечение финансирования, привлечение инвестиций посредством реализации токенов компании Skyway, группы компании Skyway, Skyway токенов. У нас создан сайт, на который вы можете перейти и посмотреть информацию о том, что такое ICO нашей компании, которая вот-вот начнется, да. Каждому, кстати, инвестору, кто стал со владельцем технологии первых 50 тысяч участников, предложено обменять до 100 тысяч долей на токены Skyway. Надо ли это делать или нет, решать только вам. Итак, друзья, сейчас я буду просматривать вопросы в нашем чате в вебинарной комнате, да, тут я смотрю, тут такая переписка, кто-то кому-то пишет, не гони. Так, 20%, 30%, прогусечные трактора, и сколько будет делать выкуп или обмен на токены? Итак, Александру отвечаю, да, Skyway Capital не будет делать выкупы долей, потому что, скажем так, запущен проект компании Skyway Capital был в конце февраля 2015 года, да. Соответственно, о выкупе долей за деньги никто в Skyway Capital речи вести не будет. Обмен на токены будет, и в ближайшее время мы ждем просто внедрения функционала в наш личный кабинет, и те люди, кому это, скажем так, положено, увидят тоже всплывающее окно, что им предложена возможность обмена долей на токены. Предложение изменить маркетинг-план, давайте мы не будем действительно этого делать, предлагаю только 15 остальное отдавать строительство, давайте так, маркетинг-план, который работает на протяжении двух с лишним лет и успешно работает, благодаря ему у нас развивается бизнес уже, скажем так, в Яго-Восточной Азии активно, в Европе и в Африке, зачем менять то, что приносит хороший результат. Благодаря этому маркетинг-плану мы сейчас активно двигаемся. Зачем рубить сук, на котором мы сейчас сидим? Я считаю, что смысла в этом нет никакого. Как говорил Анатолий Дарыч Юницкий, по схеме реализации токенов, там будет другой какой-то, скажем так, механизм. Что касаемо привлечения инвестиций в компанию Skyway Capital, зачем менять то, как я еще раз говорю, что приносит хороший результат. Дискуссии можно эту тему устраивать, но смысла я не вижу в этом никакого, потому что есть инструмент, он работает. Так, сейчас посмотрим. Ну, как мне написали в социальных сетях, то ли людям все понятно, вот, и нет вопросов, то ли, не знаю, то ли люди стесняются задавать вопросы. Итак, друзья, если вопросов сегодня нет, больше, да, то есть я, если у кого-то есть, давайте я еще подожду 30-40 секунд, если вы что-то писали, где-то вверху по нашему чату это убежало, я не вижу, скопируйтесь, бросьте сюда, я постараюсь ответить. А так, в целом, хочу сказать, друзья, что проект развивается, вот, мы не стоим на месте, есть вероятность, что на этой неделе снова попаду в Республику Беларусь, в город Минск, чтобы отвезти те материалы, благодаря которым мы работали на мероприятиях, вот. И у нас с вами осталось 9 дней до конца 12 этапа. То есть любой из вас сегодня может активно поперемещаться, время сжалось, да. Вот мне вот задали вопрос лично, да, то есть если партнер получил возможность обмена долей в корневой компании, будет ли у него возможность параллельно в капитале, вы знаете, я думаю, что нет. То есть это то, что дается один раз, да, как бы так. Я знаю, что большое количество людей у нас зарегистрировано в двух компаниях, кто-то в трех, да, но это не дает возможности людям трижды получать с трех сторон, да, вот эти вот референции, привиления. Есть какое-то количество долей владельцами, которыми вы являетесь, и один раз вы за это получите. Потому что даже если мы посмотрим и в целом, если сложить то, что было сделано вами одновременно в трех компаниях, если бы это было сделано в одной, да, то возможно результат был больше. Я не буду сейчас с вами спорить, но если объединить усилия, которые вы размыли в три стороны и делали это в одной стороне, скажем так, возможно бы результаты были бы намного интереснее. И вам бы не надо было задавать эти вопросы, кстати. Что там в трех компаниях и так далее. Итак, друзья, если вопросов больше нет, одно могу от себя сказать спасибо за то, что были сегодня на вебинаре, спасибо за то, что двигаетесь вместе с нами, ну и от себя только могу пожелать, чтобы успешно развивался бизнес нашей компании, чтобы успешно развивалась наша технология, чтобы бизнес вместе с нами успешно развивался у каждого из вас, да, чтобы вы планомерно двигались к успеху, чтобы в вашей жизни все складывалось так, как вы для себя выбираете, и чтобы это все было в положительном русле, чтобы у вас каждый день было отличное настроение с утра и еще более отличное каждый вечер от осознания того, что вы сделали то, что могли и вы каждый день становитесь все ближе к той составляющей, когда будете просыпаться и делать то, что вы любите. Ну и хочу пожелать вам здоровья, любви и денег. Приходите на наши вебинары. Расписание вебинаров вы легко можете найти в личном кабинете партнера Skyway Capital. Ко понедельника мы также в том же режиме будем двигаться. К концу декабря мы, наверное, подведем итоги развития нашей компании за первый месяц зимы. У нас так сложилось, что, скажем так, целый месяц мы 3-4 раза проводим вебинары для привлечения новых партнеров и даем общую информацию. В конце мы подводим итоги. Всем отличной зимы, которая началась буквально несколько дней назад. Зима – это чистота, зима – это красивый белый снег. Пусть это мороз, но зато чистый, красивый воздух. Ну и до новых встреч. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok